Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War Беларусь. Я Last of War это модификация Point of Existence для игры Battlefield Vietnam, карта Embassy, посольство и поскольку у нас по традиции комментарии не завезли, а вернее описание счастья этого, то мы стартуем где-нибудь здесь по центру и я вижу что есть танки у нашей противной стороны и соответственно поскольку у нас танков не очень-то много да и вообще-то более легкие машинки то я возьму дело в свои руки и возможно мы победим посмотрим так так это уже неплохо ну относительно неплохо я возьму машинку чтобы взять хотя бы что-то ну и будем отбиваться сколько у нас тут точек аж три штуки то есть у них то дело не очень хорошо идет но пойдет лучше где мы мои вот в этом направлении должны идти посольство такое не очень архитектурно привлекательные и замечательная однако же посмотрим что у нас здесь ухты нет нет пока не броневики тоже серьезные давай скотина перезаряжайся успел успел что у нас происходит а происходит у нас то что враг продвигается и техники у него сколько угодно это даже как-то обидно и неприятно а еще нужно найти где-нибудь выход тоже было бы довольно клёво так 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 посмотрим что у нас здесь происходит интересно пулеметом я его нагну не нагну вряд ли наверное поэтому мы поедем еще куда-нибудь если пусть а ух ты господи так звук глючит это неприятно снаряды мои не срабатывают точнее они срабатывают но просто мы этого не слышу столько бронетехники что хоть стой хоть падай а зарядов у меня не так уж и много на всех определенно не хватит а хорошо пошло это не очень хорошо пошло где могу заправиться счастьем взрывным как вы считаете чё это такое мины окей попробуем смерть и храбрых во всей этой глубине коридоров враг еще должен попробовать найти наше штопное местечко центральная на точке у нас к сожалению действительно захватывают и делать дело дрянь может быть нам дистанцироваться и захватить их точки в качестве ответного удара ух ты чей по моему враг но мне-то нужен какой-нибудь знаете ли транспорт чтобы я имел шансы хоть какие-нибудь вот нас броневичок который нам наверное поможет если повезет если я проеду на нем хоть куда-нибудь так возможно не этой дорогу или все-таки этой наши пытаются отбить северо-востоке до счастья здрасте мне вас давно мне сюда то есть я конечно ценю ваше внимание но хотел бы хотел бы проехать в другую сторону и посмотрим как у меня выйдет не стрижет ли меня к вражеский танк к примеру хорошо едем и уже практически подъезжаем где у них флаг расположен внутри ух ты танк это мне нравится гораздо больше так все счастье отправляется в ад а мы в свою очередь разворачиваемся и смотрим где кто и как до вага я не вижу но мы захватываем счастье поэтому я планирую здесь ждать и надеяться на лучшее уже практически все даже никто не появился это не значит они не вернутся однако так жить немного веселее если они будут цепляться то будет еще веселее жить и мы переместились фактически мы поменяли наши точки на их точки что он не то чтобы совсем оптимально но по крайней мере теперь у нас есть танки и хотя мы в меньшинстве находимся захватывать что-то и отбиваться будет гораздо веселее вот так вот так уже по идее гораздо лучше может быть мы по очкам за счет убийств все равно победим как знать а пока что нужно хотя бы что-то взять в качестве опорного пункта откуда уже можно теоретически развить успех это вот сюда что ли я сюда на танки не въеду а танки не хочу оставлять что тогда помнится на юго-западе была такая точка рядом с которой я мог запарковаться и там возможно попытать счастье посмотрим посмотрим потому что по очкам пока все достаточно фигово привет и еще что у нас здесь здесь у нас хорошо ну то есть пехота может вылезть откуда-нибудь но в общем и целом ситуация достаточно неплохая где-то там эти парниши находится да раз они не позволяют мне захватить счастье таймер пошел дальше это хорошо ты не вражеский этим тебя на всякий случай я не вижу твоя подпись но судя по синенькой надписи появившейся в киллоге все в порядке так это свои их трогать не надо а я получаю какое-то количество очков за захват отлично еще один идиот к сожалению это наш идиот поэтому он бы был из строя хотя и жив кто бы мог подумать привет еще раз и проедем и промчимся на оленях утром ранее ареней здесь хватает хоть рогов у них нет но тем не менее а я зато прорвался сюда согласитесь вид не очень увлекательный но зато у нас есть некоторый потенциал в плане захвата точек и выдавления врага куда-нибудь в другое место и тикет глидинга уже в нашу сторону если конечно получится кто бы мог подумать то дело продвигается и вот уже снова остается всего лишь несколько секунд и мы наверное даже захватим это счастье удивительная отъеду немного и взорву драндулет чтобы я мог проехать он на удивление крепкий а может просто мой снаряд как-то не так реагирует на это счастье но не важно пока тот машинка не зареспавнилась я проеду конечно я не в топе нахожусь потому что я наиболее полезные действия совершаю которые не обязательно выигрышные по тикетам но зато но зато мы больше не сливаем хотя разрыв в их пользу он как бы сказать 200 очков почти и это конечно неприятно однако же посмотрим что у нас происходит здесь привет и мне привет меня скоро нагнут правда ночью самоубийцы и на этот раз это даже имеет смысл ну то есть относительно так давайте где-нибудь в углу за колоннами и крашно да что твою будешь делать так граждане попытка номер два первый раз нас вылетели на рабочий стол практически и в этот раз посмотрим как она будет возможно будет получше я надеюсь на это на удивление крепкая машинка это другая машинка была ладно неважно то что важно мы по крайней мере не просто так потратили эти 12 минут игрового времени или сколько там их было теперь мы знаем что делать и теперь возможно если мы разменемся с танками ты господи и броневиками вражескими то я останусь живой и мы сможем захватить вражескую точку не с первого раза здрасте граждане товарищи вы откуда и куда ах ты проезжают негодяи ну что же может мы еще раз попробуем проехать если конечно выйдет из этого что-нибудь хорошее у нас конечно все захватывают как вы можете наблюдать на карте но это нам потенциально поможет продвинуться потому что они здесь все связаны боем но теоретически и это значит что на их исходных позициях их потенциально не осталось так на этот раз дистанк не заезли потому что он еще не сдох это мелочь неприятная но что приятно это что здесь никому нет они все разъехались и один из тех которые разрешались мы как раз одного могли наблюдать я не дострелил ну ладно пусть он бывает в мирной или куда-нибудь еще я буду башкой крутить а это ты что ли ладно тебя отправим привет спасибо за помощь мы тут уже практически все сделали а я в свою очередь надеюсь повстречать танк ныре еще что-нибудь интересное меняется контрольными точками давайте на этот раз я заеду в другое милое место так это наше судя по синенькой иконки которая тоже соответствует событиям да и местам он здрасте я хотел бы что-нибудь захватить если вы не возражаете ухты а можно я это возьму можно только хотелось бы конечно развернуться потенциально все-таки этот броневич более бронированный чем машинка поэтому мы засядем где-нибудь чуть чуть подальше от входа и будем вращать башкой до нейтрала дошли привет а нам осталось где-то 20 секунд окей перекрасили теперь надо понять где у них танк заседает там да вокруг мне наверное лучше высадиться по-другому здрасте вы пешком пришли в наши дебри на то есть они раньше были ваши но это не имеет значения приезжающего ухты так по мне ведут огонь неприятно давайте тогда я куда-нибудь еду только меня заносит потому что почему меня не заносило хотя бы опять закрашивались ладно я дам этой красоты шанс бог любит троицу говорят на этот раз я выбрал другую позицию она у нас более выигрышная сожалению в здешних транспортерах как с одной стороны и с другой стороны водительское место не совмещено с с местом стрельбы это минус моей точки зрения потому что я хотел бы и стрелять ездить но мы не на танке так что имеем то что имеем привет может быть мы нет но по крайней мере мы этих товарищей обработали этих не обработали хорошо ну то есть не очень хорошо потому что они это возродятся там но возможно потенциально мы кого-нибудь набьем набьем по секретам потому что хотелось бы все таки как победить победа это хорошо но проблема с победой заключается в том что карта любит крашится и у меня нет причин полагать что сейчас будет как-то иначе хотя возможно минут 10 она проживет или 12 очередными 12 минут так окей переключаемся на стрельбу и смотрим вокруг вот такое сражение разворачивается на что давайте что поможем сложно мне сказать что происходит нормально вроде бы нормально и даже не перегреваемся хорошо а это чё это просто развалины окей на . наша и даже кто-то у нас появляется здесь что тоже совсем неплохо можно мы проедем а вертолетик вертолетик наверное вряд ли наш ладно я предлагаю направиться туда потому что там у нас есть потенциальные позиции которые при удачном сочинении обстоятельств будут нашими и нам будет развивать успех проще если у вас будет больше бронетехники а бронетехника основная танковая спавница исключительно вот здесь на севере и на востоке приехали теперь ждем захватили беззвучно практически а теперь можно поездить по окрестностям и посмотреть не привлекли внимание каких-нибудь местных гопников потому что это наверное как пить дать нет есть понимаете ли стрелок которому наверное можно что-то даже доверить иногда я хотел бы наверное штурмовать окраины ухты а это вот-вот-вот-вот-вот-вот кейда стреляй прямой наводкой это я поощряю что у нас происходит тебе помочь может быть так немножко ты стреляй дружбан я тоже постреляю и перезаряжусь в коль скоро у меня есть такая возможность последний заряд остался надеюсь там это вместе поможет так теперь мне ничего не осталось на то есть технически не осталось мина нас мина я наверно не доедут туда так 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 удивительно что по нам он не стреляет из пушки своей может у нас не видел только пулеметчик видел это несколько удивительно я в него пару штук то своих зарядов подправил господи это тоже не наши да это тоже не наши это печально это даже очень печально у нас такой танец смерти получается но он немного бестолковый давайте мы от третьего лица стреляем стреляем хорошо давайте медленнее буду поворачивать чтобы у него было больше шансов в кого-нибудь пострелять столько шума черт возьми хорошо что у меня автоматическое понижение громкости звука а толка вообще никакого ну то есть он хотя бы не отрицательный но прям неважно он там может быть механик и сам себя потроху ремонтирует она что да совсем дела плохим так я отступаю а тут дела вроде бы дымящиеся но они никак не заниматься дальше где мне взять боеприпасами у нас всегда были проблемы с поиском боеприпасов черт возьми о это уже получше так теперь выберемся и попробуем кого-нибудь заделить раз привет пока перезаряжаемся спрячемся по славной ивальской традиции и снова спрячемся то что смолочь сдохнешь сколько тебе нужно этих штопанных зарядов наконец-то ё-моё 4 потратил надо еще 4 так ну чё ты в меня решил пострелять не успеешь я возьму себе еще заряд пока у меня есть такая возможность и поеду что не делать веселенькая у нас что все точки удивительно стоило только развить развить пардон заговариваясь инициативу и все в порядке теперь а изначально это дело было довольно плохое потому что нас просто таки выперли из наших позиций и ничего хорошего это не сулило но к счастью мы ну то есть я успел захватить все обратно ну а там и наши развели успех что неплохо этот настойчиво стреляет туда и мы попытаемся найти кого-нибудь а вот там они находятся и пытаются нас ты выбить так 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 у нас на этот раз есть танк и я хочу до него добраться если не повезет танк действительно есть и поэтому мы его возьмем посмотрим как здесь можно развернуться и у нас захватывает центрально это посольство но у меня есть неплохой метод в кармане и убивание оттуда граждан что у нас здесь выглядит и как так привет я не знаю могу я так далеко стрелять могу даже башня натурально от него отваливается поэтому я несказанно рад наш гражданин пусть дальше стреляет а вот в него стреляет значит мы его поможем непременнейшие посмотрим что из себя представляет наш локальный гадюшник локально квартальный это чей на дистанции рендеринга он предельно и соответственно покидает его и я его не вижу ладно мне нужно въехать желательно из подходящего места что у нас здесь а привет минус 1 а почему вы стоите здесь молодой человек ну или немолодой а кто же пойдет этих тоже мы у ели осталось двое трое или четверо но это не очень много где они находятся другой вопрос где-то они находятся было бы клёво уничтожить вообще всех это было бы очень замечательно они могут быть на территории посольства где-то да а двое могут быть здесь они тоже впервые стенку и что они пытались там найти может у них путь проложен без учета этого здания она появилась только впоследствии не знаю если у них спросить они не ответят потому что они боты так осталось от них двое которые наверное летают на вертолете да а могу ли я на них от них избавиться они уверен да они летают на вертолете в этом я уверен ну он задумился это неплохо хорошо по моему на этом все до тикеты уменьшаются очень-очень быстро поэтому мы можем на себя полюбоваться на здешние красоты я поворачиваюсь немножко чтобы вы могли оценить красоту этого славного танка ну и карте да когда вы можете ее доиграть до конца она очень даже любопытная к сожалению в двух случаях из трех мне было совершенно не суждено дойти до хоть какого-нибудь разрешения нашего конфликта поэтому у карты хоть и есть потенциал но ей все равно минус два фейла из трех это как-то слишком много геймплей да конечно она получает плюс но это все несущественно потому что геймплей не имеет значения если каждые 10-12 минут очень вероятен вылет может быть у вас товарищи зрители был другой опыт относительно этого самого посольства своими впечатлениями вы можете поделиться как обычно в комментариях ну а если вам понравилось само видео то вы знаете что делать всегда помогает когда вы делитесь ссылками на мои выпуски и эпизоды с вами был ласта фуари с канала ласта фуари беларусь до встречи в следующий раз и спасибо за просмотр до встречи в следующий раз